здравствуйте уважаемые слушатели меня зовут Денис Федерякин ныне я научный сотрудник университета имени иоганна гутенберга в городе майнс германия и собственно сегодня мы будем говорить про то как психометрика проверяет психологические теории на прочность да как собственно сказала Даша эта лекция приворочена к приему на магистрскую программу собственно здесь на этом слайде еще один в конце магистрская программа обучения обучение и оценивание как наука института образования в школе экономики все ссылки на слайде поэтому если интересно то милости просим собственно план этой лекции такой я бы не сказал что тут будут какие-то китай к вейс потому что смысл этой лекции равномерно размазан по всему как бы по всему содержанию и вот но начнем мы говорить с того как собственно работает научный метод или гипотетико детективный метод собственно в общем метод на самом деле но я как человек занимающийся методологии как выпускник этой магистрской программы склонен занимать достаточно радикальную точку зрения в том смысле что в науке нет вообще ничего кроме метода потому что метод это как бы сильная сторона в том смысле что вам не нужно быть гением чтобы добиться каких-то больших научных успехов все что вы делаете вы просто осваиваете метод мышления метод ответа на определенные вопросы и просто применяете его и вот как бы в этом и есть вся суть науки на мой взгляд но собственно в чем тут гипотетико детективного метода здесь я буду следовать логике того как его излагает фейнман ричард наш света чей моих любимый фейнман вот он собственно ну в этом смысле на самом деле научный метод или гипотетико детективный метод он очень ярко проявляется в физике потом может быть попозже поговорю чуть чуть больше про это потому что физики очень ярко понимают что они на самом деле что вся физика это про моделирование это про построение моделей то есть вы не работаете с реальными феноменами вы пытаетесь их репрезентировать в терминах каких-то законов формулы чего-то такого ну так вот собственно в чем история с гипотетико детективным методом как он работает и что за страшные слова собственно есть какой-то феномен который вы хотите изучить о котором вы хотите сделать какое-то заключение вы хотите понять как он работает какая у него внутренняя структура или там что-то еще он где-то что называется out there то есть вы напрямую с ним никогда не работаете это очень ярко на мой взгляд это очень ярко как раз физики и психологии потому что в психологии даже побольше потому что вы напрямую не вскрываете людям черепушки и не копаетесь в них мозгах всяким металлическим инструментом и собственно он есть но вам нужно сделать в нем какое-то заключение и то что вы делаете вы строите его модель это какой-то закон или закономерность ну я как количественный исследователь то есть специализирующийся в количественных методах для меня это какая-то формула или какая-то модель или какое-то такое предсказание то есть вы строите какую-то теорию о том как внутри этот феномен работает там я не знаю строение внутренней частицы внутреннее строение какой-нибудь элементарные атомные частицы или там что предсказывает интеллект или там что-то еще что интеллект там не знаю 80000 что предсказывает все или что интеллект важен в выполнении всяких экономических повседневных функций Например, из этого закона или закономерности вы делаете предсказание, и это, собственно, вот эта вот часть гипотетика, название всего этого метода, она вот этим процессом и описывается. То есть вы выдвигаете гипотезу, исходя из этой модели, которую вы сформулировали, которую вы предложили касательно этого феномена. Я сейчас буду говорить достаточно абстрактно, а потом перейду к конкретным примерам. Собственно, это предсказание должно быть законно-специфичным или, скорее, теория-специфичным, то есть оно должно быть grounded, заземлено вот в этой теории, которую вы проверяете, о феномене, который вы изучаете. Или по-другому, в более простых терминах называется выдвижение гипотезы, то есть вы выдвигаете какую-то гипотезу. Например, этот феномен со временем будет изменяться вот так, или если этот феномен ткнуть палкой, он изменится вот так, или что-то еще. И все, что вы делаете дальше, вы наблюдаете за этим феноменом и сравниваете свое предсказание с этим наблюдением. То есть, по сути, проверяете гипотезу. И, собственно, ничего больше в этом нет. Часть вот этого дедуктивной в этом процессе, она заключается в том, что если ваше предсказание не бьется об наблюдение или об какую-то эмпирическую проверку, значит, ваше предсказание неправильно, следствие неправильное, а раз следствие неправильное, то и причина тоже неправильная. Соответственно, закон, который вы выдвинули, тоже не работает. И это дедуктивная часть. То есть вы выдвигаете гипотезу, проверяете ее. Если она не бьется в реальность, то вам нужно менять сам по себе закон или переформулировать модель или что-то еще. Собственно, это вот такое элементарное на пальцах условное объяснение того, как работает научный метод. То есть фишка в том, что вы должны делать вот это вот предсказание, которое можно проверить. Если, собственно, это очень хорошо бьется с вот этой теорией Карла Хоппера про то, что если теория не делает какого-то предсказания, которое можно проверить, предсказание, которое может эту теорию разбить, то есть критерий фальсифицируемости, то это не научная теория, а все что угодно другое. Религия, художественная литература, искусство. Кудно. Вот. А основная идея именно в том, что ваше предсказание должно иметь возможность быть проверено. Вот. И, собственно, это так. Каноничный пример, который, вот, применение, как этот метод рассказывают, это, собственно, это абсолютно каноничнейший пример. Вот, наверное, чего-то более такого каноничного придумать сложно. Это, собственно, сравнение двух теорий. Когда у вас есть две теории, объясняющие один и тот же феномен, и они несопоставимы между собой, то есть они как бы проразные. Предполагаю, то есть эти две модели предполагают какую-то разную внутреннюю механику, например, этого феномена. То вы делаете предсказание, теоретико-специфичное предсказание, то есть из первой теории и из второй, такое, которое могло бы подсветить между ними разницу, и сравниваете их с наблюдением. И та теория, которая оказывается ближе, та и выигрывает. Соответственно, с ней мы пока работаем, а та, которая оказывается дальше, от нее мы отказываемся. Собственно, сам по себе каноничный пример – это орбита Меркурия. Собственно, то, что обеспечило взлет, ну, точнее, нет, взлет у Эйнштейна был пораньше, он Нобелевскую премию за фотоэффект получил, но это то, что обеспечило взлет самой по себе общей теории относительности. В общем, в чем здесь, как бы, история? История в том, что был такой Исаак Ньютон, придумал много всего разного, там, матанализ придумал, и физиком тоже хорошим был, и в том числе он придумал закон всемирного тяготения. И на этом законе всемирного тяготения, наука там существовала слегка и сто лет, но тут начала появляться проблема. Закон всемирного тяготения не мог объяснить орбиту Меркурия. Ну, то есть тут гифочка, которая показывает, в принципе, что происходит. То есть, как бы, сама по себе орбита у Меркурия, она как бы смещается. И закон всемирного тяготения говорит, что Меркурия должен быть в одном месте, а его там нет. А потом наблюдают какую-то странную планету в другом месте, и там это другой планетой называли. В общем, там весело было, много копий было об этом сломано. До тех пор, пока, дай бог памяти, в 1915 году, что ли, Эйнштейн не выдвинул свою общую теорию относительности, и он делал это очень умным образом. Точнее, он выдвинул ее раньше, но, что было очень умным, он вышел с предсказанием, которое на тот момент еще было нельзя проверить, а там буквально через пару лет ему проверили. И, собственно, в 1915 году, по-моему, было как раз вот это наблюдение, которое подтвердило, что Меркурий находится ровно в том месте, где Эйнштейн предсказал, а Ньютон предсказывал бы его в другом месте. И вот, собственно, это и обеспечило взлет вот этой общей теории относительности. Собственно, поэтому считается, что, как бы, от, ну, потом было показано, чуть-чуть позже, если я помню, потом, я не специалист в физике, поэтому здесь могу очень легко наврать, что закон всемирного тяготения – это частный случай общей теории относительности и, в общем, все такое прочее там для каких-то специальных кейсов. Вот, но основная идея вот в этом, то есть вот так сравниваются две теории, и так на основе этого мы можем выбирать между ними. Одна делает более точное предсказание, которое бьется об реальность, другая менее точная, которая об реальность не бьется, и мы, собственно, так и решаем. Теперь ближе к нашим баранам, что называется, в психологии, как это все дело применяется. В психологии, собственно, я бы сказал, что психометрика – это вот одна из основных областей, которые отвечают за вот этот вот контроль психологии реальностью, потому что психометрика требует от психологических теорий выходить с очень жесткими, конкретными, научными, в смысле проверяемыми предсказаниями. Например, раззабатывает человек опросник и говорит, в нем две шкалы, или там три шкалы, например. И, собственно, психометрика в этом смысле как раз предоставляет научный аппарат, математический аппарат, статистический, если быть точным, для того, чтобы проверить, а действительно ли в этом опроснике три шкалы. Может быть, там две из них как-то слепляются и становятся, на самом деле, одной шкалой, и тогда эти две черты различить нельзя. А вот третья, она где-то там отдельно сама по себе гуляет. Может такое быть? Легко. На самом деле, как бы направо и налево вы такое увидите в разработке опросника. Или наоборот. Человек считает, что там одна шкала, а она на самом деле разваливается на разные черты. Поэтому вот это вот как раз история тем, что психометрика требует от разработчиков инструментов, и в том числе разработчиков конструктов, и там каких-то, ну, конструкт это любая психологическая там черта, или образовательная способность, какая-то математические способности, это все называют конструктами, но это лекция про социальный конструктивизм, про это мы поговорим в другой раз, может быть. Вот, это требует, психометрика требует от того, чтобы люди выходили вот с такими предсказаниями, которые, собственно, можно проверить. И в том числе психометрика требует от людей, чтобы они как бы думали про то, какие альтернативные объяснения могут быть у наблюдаемых результатов, и как эти альтернативные объяснения можно нейтрализовать. То есть условно, ну, я про это буду говорить чуть позже, когда буду говорить про MBTI, но, например, если у вас там какие-то, допустим, стандартизированные критерии, по которым эксперт смотрит на человека и решает он там, я не знаю, ближе к умным или красивым, например, то здесь психометрика опять-таки дает математический аппарат для того, чтобы проверить, а действительно ли человек ближе к умным или красивым, ну, или, если быть более точным, все ли эксперты в этом согласны. Вот это вот больше психометрика проверяет. Или это просто у индивидуального какого-то эксперта что-то в голову ударило, и он решил, что ему лучше идти этому человеку направо, а не налево. Вот такие вот альтернативные объяснения. Собственно, психометрика элиминирует, нейтрализует одно за другим. Собственно, давайте поговорим про MBTI. В чем, ну, там соционика добавляет всяких разных других моментов к MBTI, но, в общем, в чем основные положения этой теории? И, на самом деле, MBTI как бы меньше вызывает вопросов, когда ее называют психологической теорией, потому что соционики тут же, если соционику назвать психологической теорией, то тут же поднимается, ой, какая же это психологическая теория. Это же отдельная наука, потому что соционическая классификация – это как там, сейчас как-то было, как там можно говорить, что это личность. У личности есть чувства и эмоции, а соционика – про, господи боже, информационный метаболизм. Кто-то мне объяснил, что это. Если мне вот эти эксперты в этих теориях смогут объяснить, в чем разница между личностью и способом обработки информации, или, скорее, образованием психики, которая помогает обрабатывать информацию, вот тогда поговорили бы. Так вообще не очень понятно. Тем не менее, MBTI постулирует, что есть четыре критерия, по которым различаются люди. Есть, ну, самый известный из них – это экстраверсия и интроверсия. К слову, оба слова придумал Юнг, как и слово «архетип». И, как бы, поэтому очень много что социоников, что MBTI специалистов говорят, что они продолжают теорию Юнга. Там Юнг, на самом деле, в гробу вернется от этого. Но про это мы тоже поговорим. Но есть еще три, кроме экстраверсии и интроверсии, есть еще три, как бы, критерия, по которым различаются люди. И, собственно, вот это вот два в четвертой степени образуют 16 типов личности. И вот эти вот типы личности, или там как-то психо... Ну, я называю это типами личности, опять-таки, потому что я не вижу разницы между способами обработки информации и личностью. Что вот эти вот 16 типов, они, как бы, все люди принадлежат к одному из них. Это вот, как бы, то, в принципе, на чем в основном согласны люди. Хотя, на самом деле, одна из очень больших проблем с критикой, что соционики, что MBTI, заключается в том, что... О, господи, у каждого, кого не спроси, кто этим занимается, у него свое трактование. То есть, как бы, сложно сойтись на чем-то общем. То есть, вот, как бы, ну, когда есть какая-то жесткая структура, жесткое понимание, вот тогда мы можем с этим говорить, что вот это не так работает, а вот это, может быть, действительно так работает. А в соционике там как раз каша. Ну, в MBTI это тоже. И это очень сильно затрудняет, на самом деле, критику обоих подходов, но, тем не менее, работаем с тем, что есть. Предполагается, что эти психологические типы дискретны. То есть, ты или экстраверт, или интроверт. Ты ориентируешься или на ощущения, или на интуицию. И так далее, и так далее. Что они неизменны. То есть, это, как бы, база личности, условно. Там сверху может что-то нарастать, но, как бы, человек где-то в своей глубине относится только к одному какому-то типу. И то, что они врождены. Врожденные. И, в общем, да. Вот какая-то вот такая вот общая картина этой ситуации складывается. Теперь, собственно, давайте поговорим, какие на основе... Собственно, я вот эти вот три положения про эти типы, которые, как бы, достаточно легко эмпирически проверить. Ну, по крайней мере, в голове можно зачать, как бы, такой дизайн исследования, чтобы их проверить. Собственно, про них и поговорим. Если они существуют, то они должны выражаться в наблюдаемом поведении. Ну, собственно, по поведению людей классифицируют. Согласие или несогласие, или, скорее, степень согласия с определенными утверждениями опросников – это вполне себе наблюдаемое поведение. И, соответственно, эти типы должны проявляться в ответах на вопросы. Поэтому это обеспечивает такое большое разнообразие вот этих психологических опросников, соционических MBTI-опросников, которые там вам позволяют как-то, каким-то образом, очень быстро понять, вы там, как бы, Робеспьер или Герсли, или я не знаю что. Вот. Соответственно, это вот три вот этих вот... как это... вот эта вот структура селосилогизма вот этого вот, она задает, в общем-то, современное исследование, современное количественное исследование психологии, что мы изучаем наблюдаемое поведение, оно выражается в том числе и в ответах на вопросы, потому что это быстро, просто, понятно, как обрабатывать, интерпретируемо, и можно все вот эти вот соответствующие гипотезы выставить. Ну и, соответственно, к MBTI и к соционике их вполне тоже можно применить. Так вот, что мы можем наблюдать, если классы действительно дискретны? Если это там только один класс или только другой класс? Мы должны наблюдать в распределении баллов по шкалам и по вопросам, по каждому, ну, даже если не по каждому вопросу, то хотя бы по шкалам, и как бы в целом вот этим вот, которые четыре шкалы, которые задают всю структуру всех этих опросников, мы должны наблюдать то, что называется бимодальным распределением. То есть распределением, у которого две моды, то есть два пика. То есть это вот такая вот синенькая линия. То есть человек там или экстраверт, или интроверт. Много интровертов, много экстравертов, а между ними должно быть мало всего. Ну, потому что типы дискретны. Черт-ос-два, что называется. Есть исследования, которые прям специфически проверяют вот эту вот вещь. Они там прям специальными методами там расслабляют все вот эти вот допущения факторного анализа, точнее, современной теории тестирования, но про эти слова вы узнаете на магистрской программе. И нет, нет, никаких дискретных типов нет. Есть вот больше то, что похоже на вот это вот зелененькое распределение. То есть это одно такое плавное, непрерывное черта, по которой люди как бы различаются. Много средних, а вот правых и левых как раз маловато. Соответственно, ну и вот эта вот история, она как бы на самом деле очень глубоко зашита в современную психологию, и как бы очень мощная теория черт строится на вот этом допущении, что на самом деле мы работаем, ну по сути, там плюс-минус с нормальным распределением, то есть когда средних много, а в полюсах людей мало. Что ж, ладно, идем дальше. Если классы врожденные неизменны, то они, ну, соответственно, должны не изменяться в течение жизни, что следует из этих слов. И тут на самом деле начинаются проблемки, потому что по поводу неизменности как раз исследований очень мало. Есть диссертация вот этого Бассета 2004 года, в которой он там пытался именно на социальническую изменчивость посмотреть, и показывать, что там хорошо все меняется, да, хотя это было не лонгитюбное исследование, нужно отдать должное, это было там кросс-секционное разных возрастов, хотя популяция в целом гомогенная была, поэтому можно допускать, что как бы это одни и те же люди, ну, в смысле в разных возрастах просто. Вот, но исследований по этой теме нет совсем, ну почти совсем, то есть как бы изменчивость, то есть пик исследований MBTI, он был где-то вот в районе 2000 года, а потом, собственно, сложился вот этот научный консенсус, что лучше про такое не заикаться в приличных кругах, и, собственно, все на этом успокоились, и поэтому таких исследований, собственно, как бы мало. Но зато есть другие исследования, которые гораздо более серьезные. В чем они заключаются? Они заключаются в том, что если вот эти вот черты, которые как бы должны образовывать шкалы, то есть вот эти вот четыре краеугольных критерия, по которым люди различаются, если они действительно есть, то да черт бы с ними, что они там должны быть дискретные, на самом деле непрерывные, ладно, это прости. Давайте посмотрим, хотя бы вопросы на эти шкалы, они действительно про одно, или они про разное как бы и разваливаются, и, собственно, шкалы не выстраиваются. Ну, то есть факторный анализ в этом смысле – это как раз метод, который изначально был разработан именно для того, чтобы проверить. Вот вопросы, которые теоретически должны быть в одной шкале, они действительно один и тот же вопрос, сформулированный в разной форме. Или они вот как бы вообще кто во что гораст, это анкета вообще, а не опросник никакой, ну, потому что по анкете не подразумевается выдача какого-то там общего балла, ну, что было бы странно, там, пол с возрастом складывать, странные вещи, потому что каждый из этих вопросов про что-то свое. А вот опросниковые вещи, они как раз подразумевают, что вы там складываете баллы, и, соответственно, все вопросы про одно. И тоже, собственно, в этом здесь есть такой определенный пул исследований, которые показывают, что шкалы по MBTI опросникам разлетаются в пух просто. Там каша, нефакторная структура, и ее выстроить как бы, ну, по крайней мере, она точно не теоретически заложенная. То есть там были попытки предложить альтернативную, и удивительным образом там кто-то пять факторов выделяет, кто-то три, в общем, там начинаются разброты шатаний. Но тоже история в том, что вот эти вот пять черт, они как бы не подтверждаются. Соответственно, что мы имеем здесь? Есть какие-то вот такие психологические черты, ну, это MBTI говорит про психологические черты, а соционика там замахивается аж даже на внутреннюю структуру психики. Но следствия, которые выходят из вот этих вот допущений, которые эти теории делают, они не наблюдаются в реальности. То есть мы хотим, если эти теории правдивые, они как-то репрезентируют то, что там происходит в голове, то следствия из них мы должны наблюдать в реальности, мы их не наблюдаем, теории не подтверждаются. Ну, и там на самом деле много разных других вот, к слову, про альтернативные допущения. Там очень много вопросов к специалистам, которыми этим занимаются, потому что, опять-таки, у каждого своя трактовка, соответственно, какое-то единое понимание. То есть чтобы говорить об этом, ну, как бы, как судят о авторитете какой-то научной теории. Авторитет научной теории – это то, насколько сильно она блокирует развитие всех остальных научных теорий. Соответственно, тут как-то о единой даже научной теории говорить нельзя, потому что, точнее, нельзя говорить даже о просто теории, потому что у каждого, кто этим занимается, свое понимание внутренних механизмов. Потом нельзя говорить о том, что это теория научная, потому что, ну, как бы предсказания, которые… Ну, хотя нет, ладно, бру-бру. То, что научно, наверное, можно говорить, потому что какие-то предсказания из вот этого вот общего ядра, которые как-то там с трудом можно выделить, можно сделать, и их можно проявить. Но эти предсказания не выдерживаются. А потом начинается очень много-много-много-много разных других вопросов. Например, по поводу того, что... Ну, а может быть, там альтернативное объяснение результата. Что здесь имеется в виду в первую очередь? Ну, вот это то, чем объясняют популярность, в частности, там, астрологии, хиромантии, там, чего-то еще, чего-то еще, что называется эффект Барнума, когда делается предсказание такое достаточно широкое, ну, то есть не конкретно про человека, а оно само по себе расплочит. Ему говорят, это ты. И человек смотрит на это и говорит, да, это действительно я. Потому что, ну, сами себя, как правило, не знают. И, соответственно, может быть, это альтернативное объяснение результатом популярности. И, в частности, там были попытки договориться с исследователями в области социологии, по поводу того, чтобы проверить, как надежность классификации, это, в частности, вот Шмелев из МГУ когда-то там пытался сделать, то есть он пытался договориться вот с людьми, которые с соникой занимаются, что, типа, вот давайте человек пройдет классификацию, ну, типологизацию, они это называют, типологизацию по, ну, в одной конторе, допустим, и в другой конторе. И мы сравним, насколько эти типы подходят, насколько они сходятся. Может, там, как бы действительно, как бы надежность, ну, как согласие рейтеров, которые оценивают это все, оно низкое. Насколько я помню, он не смог договориться. Никто на такое не подписался. И, соответственно, вот такие же вещи про эффект Барнума. То есть можно поставить какой-нибудь тривиальный эксперимент, когда там половине группы выдать описание то, которое рейтеры вот эти вот составили, что вы относитесь к такому типу, а половине группы перепутать его и дать описание какого-то другого класса. И посмотреть, действительно ли люди с этим согласны. Может, они по-разному в разных группах. Тоже нет, нет ничего такого. И, собственно, насколько я знаю, попытки какие-то такие договориться о каком-то таком исследовании были. Но почему-то, кто же знает почему, люди, которые этим занимаются, не соглашаются в них участвовать. В общем, странное дело. Очень странное. Тогда теперь давайте поговорим о том, что ж можно, ну, как бы... Что ж еще можно, кроме такой вот замечательной социанической теории? Может, есть какие-то альтернативы? И, что называется, ladies and gentlemen, I give you the big five. Большая пятерка. Это теория психологическая. Относится к теории черт. Что значит относится к теории черт, я скажу... Ну да, я скажу чуть позже. Но она допускает, что все люди различаются по пяти континуумам. И здесь мы с самого начала закладываем континуумы. Эти пять континуумов представлены на слайде. Их можно запомнить по английскому слову ocean. Смотрев его как аббревиатуру. Открытость новому опыту. Conscientiousness – это что-то там типа сознательность, добросознательность. Ну, то есть про то, насколько человек честен условно. Насколько он следует правилам. Насколько он упорядочен и так далее, и так далее. Экстраверсия, интроверсия. Agribleness. Склонность к согласию. Добросогласие какое-то. Ну, то есть вот... Как бы антипод агрессии. Можно так рассматривать в определенном смысле. И нейротизм. Или на противоположном полюсе, точно так же, как экстраверсия и интроверсия, тут нейротизм – эмоциональное остановление. Ну, нейротизм – это такая склонность к оверреагированию. Когда там какая-то маленькая штучка происходит, и человек там взрывается. Вот это нейротизм, как он и есть. Иногда к большой пятерке добавляют то, что называют темная триада. И, в общем, говорят, что вот эти вот 8 черт, 8 континуумов, там способны описать что-то в общей сложности около 80% различий в поведении между людьми. То есть вот то, насколько по-разному люди себя ведут, вот примерно на 80% это может описываться разными... Эти различия можно сжать до вот этих 8 континуумов или 8 черт. Давайте посмотрим, что же здесь с большой пятеркой. Во-первых, если большая пятерка репрезентирует действительно какие-то важные различия между людьми, то вот эта пятифакторная структура, то есть 5 континуумов вот эти вот, они будут стабильно воспроизводиться в разных культурах. И такие, что вы думаете? Они действительно воспроизводятся. Ну, на самом деле, большая пятерка... Здесь немножечко есть такой циркулирующий аргумент, потому что, на самом деле, большая пятерка была выведена как бы и ровно из этой логики, что это называется лингвистическая гипотеза, что если между людьми как бы вообще в целом, независимо от культур, есть какие-то знаковые различия, которые именно вот стабильно их различают, то вот эти вот различия будут выражаться в языке, в прилагательных, которыми описываются люди в разных культурах. И, собственно, это будет независимо от того, какой это язык. Собственно, что сделали, это еще Гальтон этим добром занимался, где, собственно, выписали вот этот вот весь большой перечень прилагательных, которые есть в языках, которыми могут описываться люди. И транслировали его в разные языки, как бы выделили какой-то там общий перечень и запустили вот эти вот опросники во всех странах, до которых могли дотянуться. В том смысле, что насколько вы считаете себя X, где X, подставьте прилагательное. А потом, собственно, применили факторный анализ и выяснили, что вот эти вот пять факторов, они достаточно робастно воспроизводят, стабильно воспроизводятся в разных культурах. Такие действительно это есть. То есть это какие-то, судя по всему, различия, которые характеризуют нас независимо от культуры. Ну и, соответственно, это потом еще много изучалось. Там есть очень интересное исследование про историчность этой гипотезы, в том смысле, что прилагательные, например, которые описывают людей, характеризующихся вот этой открытостью к новому опыту, они появились в языке гораздо позднее. Как бы какие-то... Ну и это стало очень важным и прилагательным, настолько важным, что они выделились в отдельный фактор, что интересно. Вот, в общем, там интересно все. Очень рекомендую почитать про историю Большой Пятерки. Далее. Черты не дихотомизируются. Наоборот, они непрерывные. Кстати говоря, про связь MBTI и соционики с Юнгом. У Юнга-то в оригинале там изначально тоже континуумы были. Он когда описывал эти черты, то есть вот эти вот... Вот те критерии соционические, которые вот описываются, он-то их описывал как континуумы тоже. Старику в страшном кошмаре не приснилось, что кто-то берет их и дискретизирует, и говорит, что вы такие, а вы эдакие. Нет, ничего подобного. Никаких типов он там даже... увидеть не мог. Реально в гробу вращается, как бы, глядя на то, что с его трудами сейчас делают. Вот. Ну, в любом случае. Большая пятерка не дихотомизируется с самого начала. И более того, это черты такой природы, что они... Ну, их очень сложно дихотомизировать. То есть в чем дихотомизация? Как бы... Психологи очень любят такую штуку делать, что... Ну, мы посчитали по шкале среднее, плюс-минус одно стандартное отклонение – это норма. Выше-ниже – это не норма. Но это ж не дихотомизация, это не дискретизация. Дискретизация – это когда ты говоришь, что вот эти вот красные, вот эти вот пушистые, вот эти вот теплые. То есть чем отличаются люди, которые вот в одном классе находятся, от других классов? Вот это вот дискретизация. И вот эти вот черты большой пятерки, они, наоборот, так сформулированы, так заданы, определены, что их невозможно дискретизировать. То есть нельзя сказать, что как бы вот это одни ребята, а это другие. То есть в критериально ориентированной манере невозможно описать различия между типами. Вот. И это традиционно наблюдается в анализе, и это настолько тривиальный факт, что даже специфически как-то даже не проверяется. Он в анализах, как правило, но тем не менее, ну, можно взять там любой опросник примерно, провести там на выборке 50 людей и увидеть такое нормальное распределение. Как раз вот все, вся психология как раз вот очень жестко построена, психологическая методология очень жестко построена на нормальность распределения, на допущение о том, что очень много черт распределены на самом деле нормально. С изменчивостью. Все очень интересно. Сама теория ничего не говорит про изменчивость. Она просто говорит, что это пять каких-то факторов, такие пять координат в каком-то многомерном пространстве, которые описывают какую-то львиную долю различий между людьми или между характерами людей, точнее. Однако изменчивость большой пятерки – это, конечно, очень большой исследовательский вопрос. Очень много интересных исследований по этой теме. И, в общем, люди говорят, что они изменчивы. Это вопрос, который я к этой лекции специально посмотрел, потому что обычно, когда я говорю про большую пятерку, у людей у них вопрос, изменчивы или нет. И есть исследования, которые показывают, в частности, это, конечно, второе процитированное здесь, что от 51 до 58, то есть где-то около 60%, то есть не больше 60%, они наследуются. Настолько наследуются эти черты, а все остальное – это, соответственно, индивидуальный опыт, и поэтому там характер, соответственно, в этом смысле сильно изменчив. И более того, эти исследования как бы имплицитно подразумевают, что есть какой-то врожденный компонент, есть какой-то приобретенный компонент. Они не отдают, ну, большая пятерка очень, как это сказать, мудро, мудрым образом себя ведя, не отдает прерогативу только одному этому компоненту. То есть вы видите, 50%, то есть где-то около 50%, половину приобретаем, половину наследуем. Поэтому это как бы нет этого в самой теории, но это исследовательский вопрос, который из этой теории проистекает. Собственно, теперь поговорим про то, это вот такой пример, как бы, ну, наверное, вот первый и второй пункты, вот здесь они ярче всего показывают, что вот эти вот допущения, которые были сделаны этой теорией, они как бы проверены и, ну, в целом подтверждаются. вот, это, соответственно, просто такая попытка противопоставить большую пятерку MBTA. Но в целом, основная проблема, я бы сказал, что это типология. Психологические типологии не то, чтобы работают. То есть, психологические типологии как-то работают, потому что они там на какие-то объективные признаки характеризуются, а вся психология, на самом деле, стремится уйти от типологий и таких дискретных типов за исключением нейротипичных и каких-то расстройств. Вот за исключением вот этой типологизации и все остальное, там континуумы, там нет типов психологии. А теперь поговорим про то, как бы, как это в будущем примерно вся эта история будет выглядеть. Так, 40 минут я уже говорю. Собственно, большая пятерка относится к тому, что называют теория черт. Это одна из теорий черт. Что такое теория черт? Это вот штука, которая на самом деле очень доминирует в современной академической психологии. Почему? По той же причине, по которой можно сказать, что Юнг ее задал. То есть, у Юнга какой подход был? Он пытался описать архетипы как вот компоненты психики, которые там друг с другом взаимодействуют, но из-за того, что их много, из-за того, что эти архетипы, ну, невозможно составить исчерпывающий лист, как бы, исчерпывающий список этих, архетипов, из-за того, что они один в другой перетекают, из-за того, что у них очень много, бесконечное множество их возможных рекомбинаций, вот этого всего. Ну, как бы, компоненты психики описывать это дело гибло, это невозможно. Поэтому, собственно, у него был другой заход. Он говорит, а давайте посмотрим на черты. Мы не будем говорить на то, что внутри человека, там, в психике есть какие-то компоненты, которые задают, взаимодействуют друг с другом и задают поведение человека. Мы посмотрим на то, как внешне, как бы, на психику, и что есть вот разные психики. Есть более экстравертированные, есть менее экстравертированные. Есть одни, есть другие. Вот. И то есть, не структуру будем описывать, а вот внешне, как это выглядит. И, соответственно, вот эта теория черты очень сильно унаследовали вместе со словами экстраверсия и интроверсия. это вот эти вот подходы, что мы не описываем внутреннюю структуру, описываем внешние признаки. IQ туда же абсолютно. Хотя это на самом деле вообще не характерология, это вообще когнитивные способности. Вот. Хотя там сейчас есть теория интеллекта, которые, ну, как-то описывают компонентную структуру, потому что там, ну, когнитивные, различия в когнитивных вещах и как-то проще в этом смысле структуру для них определить и задать. А в характерологии там все очень плохо. И, соответственно, люди различаются по этим чертам. Те, кто более экстравертированные, говорят с людьми больше. Те, кто менее экстравертированные, сидят дома, читают книжку больше. Собственно, вот в этом идея теории черт, что мы говорим про внешние различия между людьми. И сами по себе они являются на самом деле теорией черт очень сильно заданной методологией, в частности психометрикой. Очень сильно. И об этом начинаешь, ну, когда начинаешь об этом думать, немножко страшно становится, потому что это все вот результат именно доминирования современной теории тестирования, того, что называется item response theory и факторного анализа в методологии социальных наук. Потому что эти методы анализа данных как раз допускают, что там у разных элементов поведения есть одна, ну, то, что называется underlying cause, то есть какая-то причина у них одинаковая, и мы вот по этой причине людей ранжируем. популярность собственно этих моделей обусловлена тем, что они интерпретируемы, то есть они математические, они интерпретируемы, то есть их можно интерпретировать в терминах психологических теорий. И то, что психологические теории как бы делают предсказания, которые можно проверить вот этими вот простыми, достаточно простыми моделями. И второй момент, это, ну, это их специфическая фича этих методов, это то, что эти методы позволяют предсказывать вероятность наблюдаемого поведения. То есть условно задаем ситуацию, в магазине стоит человек в очереди, какова вероятность, что он заговорит там с кем-то, кто стоит там впереди или позади него. И, ну, соответственно, ART и факторный анализ позволяют сказать, это вероятность там 80% для одного, 23% для другого, например. Или вот что-то такого уровня. Вот. И то есть они позволяют, они работают как бы вот на вот этом индивидуальном уровне. Но, собственно, года с 12-го, ну, по-хорошему с 6-го, но по-настоящему крутится эта парадигма начала год с 12-го, начала развиваться то, что называется сетевая психометрика. Собственно, сетевая психометрика не отрицает существование конструктов, то есть, ну, самих по себе каких-то агломераций поведения. то есть экстраверсия – это конструкт. И мы, соответственно, примерно представляем себе, что значит быть экстравертом. Общаться там, общаться Эдом, там, я не знаю, приходят нейросайентисты и говорят, что у экстравертов там какая-то часть коры больших полушарий недоразвита, поэтому им нужна оверстимуляция, чтобы, ну, как бы испытывать, я не знаю, чтобы эмоции испытывать, условно, им нужно оверстимулировать себя, а у интровертов она, наоборот, гиперразвита, и поэтому для них там любая маленькая оказия – это очень яркое впечатление и как ожог там почти, вот, ну, то есть у нас какое-то представление о том, что такое вот эта черта у нас есть, собственно, это представление называют конструктором, так вот, садевая психометрика существование конструктов не отрицает, но она отрицает существование черт, то есть она говорит, что у вот этого вот кластера каких-то вот ситуаций индикаторов, которые мы, в которых мы считаем, что проявляется там, допустим, нейротизм или эмоциональная стабильность, вот у этого кластера у него нет общей причины, то есть мы по ней привыкли ранжировать и потому что математика так работает, мы привыкли допускать, что у них есть общая причина, а вот нет, как говорит садевая психометрика, это просто набор поведенческих индикаторов, которые скоррелированы друг с другом, и, соответственно, один, как бы, человек склонен вести себя каким-то там определенным образом в одном из них, и, соответственно, этот один поведенческий индикатор тянет за собой более частое поведение определенного типа в других поведенческих индикаторах, то есть если он говорит в магазине, стоя в очереди, то больше вероятности, что он там подойдет с кем-то незнакомым, говорит, а раз так, то больше вероятности, что он там еще где-то будет разговорчивым, и больше вероятности, что ему там будет некомфортно сидеть дома, читать книгу занудную, а захочется пойти на вечеринку, например. То есть вот в этом история сетевой психометрики. Они говорят, что никакой черты нет, это просто сеть поведенческих индикаторов, которые связаны друг с другом корреляционными отношениями. И, собственно, есть очень интересные такие исследования по поводу того, что, например, как концептуализировать депрессию, как клиническое состояние в рамках сетевой психометрики. Это то, что происходит какое-то событие. То есть у человека один из поведенческих индикаторов активируется условно. То есть, я не знаю, психотравма какая-нибудь произошла. И вся сеть вот этих вот ситуаций, в которых человек может себя вести, она приходит в определенное состояние. Потом вот эта причина уходит, и она может уже на эту сеть не влиять. Но человек уже находится в депрессивном состоянии. То есть, условно, произошло переключение вот этой вот сети каких-то поведений условно из одного состояния в другое. И обратно можно выбраться только там, допустим, с помощью какой-то психотерапии или там медикаментозного лечения, или еще что-то. Собственно, на депрессии вот все сетевые психометрики, они занимаются очень тяжелой математикой, но у них там главные исследовательские вопросы, например, это что такое депрессия? Это действительно ли как бы как черта? То есть, в глубине что-то у человека ломается? Или просто это сборник каких-то поведенческих индикаторов, то есть там нарушение сна, нарушение аппетита, еще что-то, и в итоге человек чувствует себя плохо? Они, собственно, вот эти вот вопросы изучают. Сетевая психометрика построена на том, что показана эквивалентность между поля... между моделями статистической физики, которые описывают процесс намагничивания материала. То есть, когда вы берете какой-то металл, помещаете его в магнитное поле, и частицы там, соответственно, разворачиваются как-то согласно этому магнитному полю. И вот, собственно, показали эквивалентность между вот этими древнейшими психометрическими моделями, там, факторный анализ, который вообще там считается одним из первых методов применения unsupervised learning, машинного обучения. До этого... До... Простроили эквивалентность между этими методами и методами вот этими статистической физики, которые показывают, как материал намагничивается. Собственно, очень интересные работы, но тяжело математизированные, к сожалению. И что интересно, на мой взгляд, сетевая психометрика имеет огромные последствия для психотерапевтических школ. Потому что, по сути, это... Ну, традиционная психометрика, вот эта вот с латентными переменами, которые мы вычисляем, вот эти вот причины для поведения, черты измеренные, она допускает, что что-то там в глубине ломается, и вот как бы это вот это старое психологическое допущение, психодинамическое, точнее, глубинное, что что-то в глубине ломается, и мы должны это как-то починить, и вот тогда расстройство уходит. А сетевая психометрика как раз очень интересно говорит, что предсказания мы с помощью этих моделей можем сделать ровно такое же. Ну, ровно такое же, в смысле, такую же вероятность высчитать, что человек там заговорит в очереди в магазине с кем-то. Но мы не делаем допущение о существовании единой черты. То есть это просто кластер. Соответственно, они как бы имеют такую идеологическую связь с бихевиоризмом, то есть с когнитивно-поведенческой терапией. То есть это вот первое такое мощное методологическое обоснование, альтернативное для вот этой вот когнитивно-поведенческой школы психотерапии. Что очень интересно, и это разворачивается буквально в наших глазах. То есть это все началось там, ну, при ровном счете, там лет 10 назад, а сейчас вот как бы очень интересные статьи выходят по этой теме, и тоже захватывающая картина. Просто буквально вот мы сейчас ее как бы в современнике можем за этим наблюдать. И, собственно, в чем проблема между выбором, между разными теориями, выборы между разными теориями с помощью гипотетико-дедуктивного метода? А в том, что если у вас есть две закономерности, которые предполагают вообще, ну, несопоставимые какие-то разные природы вот этого феномена, то есть разные теории, которые сходятся к одному и тому же предсказанию, то есть способны предсказывать, одинаково предсказывают какую-то реальность, так вы не можете, у вас нет ни одного аргумента, кроме вашего чувства вкуса и предпочтения личного, там, одной теории против другой, ну, это не научные аргументы, в том, чтобы предпочесть одну теорию другой. И, собственно, в этом и как бы весь захватывающий, вся самая мякотка современной сетевой психометрики. То есть она подает абсолютно такое же предсказание, как выдает, допустим, факторный анализ или современная теория тестирования, будучи основанной на абсолютно других допущениях. Наблюдаемое поведение предсказывает абсолютно так же, то есть математически показано, что абсолютно так же. И, соответственно, мы не можем выбрать как бы, то есть сейчас мы находимся в такой ситуации, когда, как Буридан и Вераслы, когда есть две одинаковых альтернативы, что есть что-то в глубине, какая-то общая причина для поведения, то есть какая-то черта, которая определяет склонность психики реагировать одним образом или другим. Или это просто сеть симптомов, сеть поведенческих индикаторов, которые, если один проявляется, то и другие проявляются. И вот это вот, собственно, та ситуация, как бы вы здесь, вы сейчас здесь, вот это вот называется. И, соответственно, вот мы сейчас находимся в такой ситуации, поэтому, как это, что называется, запасаемся попкорном и следим за публикациями, когда там начнут показывать, что одна из этих теорий, то есть когда в такой ситуации, когда у вас одинаковое предсказание от двух теорий, вы не можете ни одну из них выбрать, поэтому вы должны обе из них в голове держать, в ожидании того, что вам подвернется шанс поставить какой-то эксперимент или провести какое-то наблюдение, которое подсветит одну теорию и как-то низвергнет другую. То есть сейчас мы должны держать в голове как бы обе этих теории, то есть и сетевую психометрику, и вот эту вот классическую психометрику с латентными переменными, и ждать, пока там что-то интересное появится. Но вот по интеллекту, кстати, появляются статьи, что IQ на самом деле как бы как единые черты не существуют, то есть там как раз сетевые модели вроде как набирают очень большую популярность и как раз показывают, что сетевые модели лучше способны предсказать ответы на вопросы интеллекта, чем модели с латентными переменными. Но это вот только-только вот появляется, то есть буквально там пара статей, которые я знаю по этой теме, что очень интересно. То есть получается, что такого IQ, как общего интеллекта, такой черты, которая... Ну, как это не черты, а общие когнитивные способности, которые позволяют вам решать или больше заданий разнообразных, или меньше. Ну, только IQ был определен, способность решать разнообразные задачи. Вот. А тут говорят, что там на самом деле нет, там на самом деле сети, вы как бы, если вы решаете одну, то вы более вероятно решите и другую, и все. То есть это даже не очень понятно, как это осмыслять. Но, в общем, это вот то, где мы находимся сейчас, и это все очень-очень интересно. Да. Есть ли какие-то вопросы? Коллеги, если есть вопросы, можете их и в чате писать. Но пока я хотела бы поблагодарить Дениса. Я первый раз слышу эту лекцию, очень интересно. Надеюсь, коллегам было тоже. Да, у Юлины есть вопросы. Здравствуйте, коллеги. Спасибо за лекцию. Тоже было очень интересно, насыщенно так, с энергетикой. У меня вопрос. Прошу прощения, что без камеры, без возможности. Вопрос такой. Просите вы теории. Если я правильно поняла суть этих теорий, то в них мы наблюдаем какое-то поведение и видим по данным или же считаем, предсказываем, что при появлении этого поведенческого индикатора будут с разной вероятностью больше и меньше активироваться другие, связанные с ним поведенческие индикаторы. Например, как в последнем примере с IQ. Если человек решил задачку А и решил ее быстро и хорошо, то человек с большей вероятностью решит какие-то ряды положенные в сети задачки. Для меня это не совсем очевидным образом теоретически отделяется от идеи латентного фактора. Может быть, это у меня настолько уже сознание пропраймлено этими латентными факторами, так хочется сказать, что, ну, постойте, ведь то, что как раз определяет, например, связность этих поведенческих индикаторов и вероятность их связности, это и есть некоторый латентный фактор. Ведь у одного человека сеть будет устроена так, у третьего человека она будет устроена эдак, и хочется это чем-то объяснить, и тут врывается в сознание этот латентный фактор. Что вы на этот счет думаете? Может быть, тут есть какой-то еще комментарий, как конкретнее сетевые теории отстраняют от идеи вот этих вот, не знаю, сущностей в виде гномик или латентных факторов, которые эти сети объясняют. Да-да-да. В общем, смотрите, тут на самом деле есть вот, что называется, тонкая, неуловимая разница между тем, что переменные просто скоррелированы позитивно, и тем, что у них есть общая причина. это, собственно, ну, как бы, мой научный вклад, который еще на рецензировании находится основной, это то, что я там показал, что, ну, в общем, по сути, я предложил группу моделей, которые вот традиционно считались, что они извлекают всю общую дисперсию, и эта общая дисперсия, это вот общая причина из этих поведенческих индикаторов, а все, что остается, это остатки, поэтому они не должны быть скоррелированы. А я, собственно, показал, что это разные вещи. Если две вещи коррелируют, это не обязательно, что у них есть действительно общая причина. И это очень интересным образом бьется, на самом деле, об дискуссию о general factor of personality. Большая пятерка это вот одна из вещей, которая, ну, такая вот, я не вставил презентацию, потому что это вот очень высокоакадемичные такие вещи. Есть исследования, которые пытаются большую пятерку сжать до general factor of personality. То есть все вот эти пять факторов схлопнуть в один и сказать, что, ну, для меня это просто чудовищный нонсенс, абсолютнейший. Но они говорят, что вот эти вот пять черт, они там как-то скоррелированы. У нас есть, значит, у них есть общая причина, значит, мы выделяем general factor of personality. Что это означает? Интерпретационно это означает, что кто-то больше personality, а кто-то меньше personality. Мозг взрывается, я пытаюсь это осознать. Ну, то есть это чушь. Это, на мой взгляд, абсолютная чушь. Есть статьи, которые говорят, что это так, есть статьи, которые говорят, что отстаньте, это не так. То есть там война, ну, как бы, она разворачивалась, по крайней мере, вот где-то года до 16-го, до 17-го, а потом как-то все дальше двинулись, и general factor personality больше не всплывает. Ну, так вот, но, на мой взгляд, вот ключ, вот, в понимании вот этой дискуссии про general factor of personality и ключ в понимании сетевой психометрики тоже, это то, что если две вещи коррелируют, не значит, что у них есть общая причина. Может быть просто так, что у них индивидуальные причины, но эти причины, что называется, tend to occur simultaneously, то есть склонны появляться в одно и то же время. Если у человека там есть, ну, какая-то cognitive capacity, способность какая-то когнитивная решить одну задачу, то, вероятно, у него есть способность решить другую задачу, вероятно, и третью, вероятно, и четвертую, и там как-то они уже по-разному. И тут, на самом деле, у сетевой психометрики появляется очень интересный такой аспект, связанный с тем, что у одних людей, вот как раз то, что вы начали говорить про архитектуру сети, что у одних людей эта сеть может быть устроена одним образом, а у других другим. И вот здесь появляется такой интересный аспект, что если человек решил задачу А, то в одной группе он может пойти решать задачу Б, а в другой группе он более вероятно решит задачу Д, я не знаю, какую угодно другую, то есть, ну, что у них разная структура сама по себе интеллекта. вот, и там есть, ну, как бы, есть попытки смешать вот эти вот модели, сетевые модели, ну, это графовые модели, то есть, потому что там узлы и графы, ну, узлы и ребра, по сути, вот, связать графовые модели с моделями смеси распределения, то есть, выделять людей, группы людей с разными структурами именно интеллекта, а не то, что у всех он просто или высокий, или низкий. Вот, там очень много интересного сейчас происходит, но в целом, как бы, это вот, но это то, что касается интеллекта, то, что касается там каких-то клинических симптомов или там черт характера, тут еще не очень понятно. Вот, но основной, основной ботом-лайн, как бы, всего происходящего, это то, что корреляция не равно common codes, не равно общая причина. В общем, казалось бы, такая очевидная штука, которую учат все бакалавры по психологии и психометрики, correlation doesn't mean globalization, но для психометрики получается не так очевидно. Абсолютно в неожиданном месте выстрелило, да, вот что называется, никто не ожидал. Тогда такой завершающий вопрос, а можно, пожалуйста, от вас какой-то список литературы, то, что вы сейчас упомянули, мне это очень близко, очень интересно, я бы с удовольствием бы забурилась, вот если вы можете, не знаю, сейчас что-то посоветовать, или вам можно написать просто запросом. Да, да, давайте мы так сделаем, мы подвесим список литературы, вместе с рекомендованной литературой к записи лекции, вот, потому что там это потребует как бы систематизации, вот, да, то есть там в основном будут, ну, поскольку тема лекции больше была, ну, частично была связана с психометрией, с MBTI, там будут какие-то исследования, проверяющие валидность MBTI, отдельно будет кусочек по сетевой психометрике, который, собственно, вот про это все рассказывает, да, вот, и мы, собственно, с коллегами тоже пишем статью, которая пытается без формул объяснить, как бы, вот эту вот суть сетевой психометрики, потому что, ой-ой-ой-ой, там ребята просто без формул не могут, вот такое ощущение, они как бы, как начинают говорить про какие-то вот такие вот вещи с тяжелым психологическим содержанием, и там начинается, перелистываешь страницу, тройной интеграл, и все, вот, вот, поехало, очень тяжело сквозь это продираться, и мы, собственно, пытаемся, как бы, словами описать, в чем, в чем импакт и вэлью сетевой психометрики. Очень жду, кстати, на математике я ничего не понимаю, а вот на русском или на английском было бы отлично. Но, кстати, нельзя сказать, что у сетевой психометрики все замечательно, потому что у нее очень ограниченная практическая применимость, то есть это именно такое высокое академическое упражнение, потому что, почему, традиционная латентная психометрика, она выделяет вам скор, вот этот вот балл тестовый, который вы спокойно берете, докладываете респонденту, вы там можете какой-то, господи, порог установить, ниже которого не прошел, выше которого прошел, то есть вам понятно, как это использовать, потому что, ну, как бы, наша культура частично построена вокруг тестирования, вот, а в сетевой психометрике ничего подобного не будет, она вам, ну, вот, как бы, у вас есть 30 заданий, она выдаст вам 30 предсказаний вероятности, ну, здорово, спасибо, и что, вот, поэтому там не без проблем каких-то, не без трудностей, но академически это очень интересно, и очень, ну, как бы, важная сейчас вещь, разворачивается прямо вот, как бы, буквально вот, в соседних университетах, есть ли еще вопросы? Игорь? Да, добрый день, у меня такой вопрос, если эти сетевые архитектуры, которые собой представляют некую гроздь корреляции поведенческих проявлений, да, вопрос вот эти вот сами, откуда берутся сами эти структуры, каков генезис, это случайное некое образование, либо есть какие-то закономерности, которые лежат в основе этого? Кто бы знал, вот знаете, очень хороший вопрос, ну, на самом деле, вот в этом смысле, понимаете, теории черт ничего не говорят про внутреннюю структуру психики, они говорят, что склонность, ну, там, типа, балл по одному вопросу, склонен, точнее, нет, как-то не так, если человек склонен, нет, 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 подождите, сейчас, что если у него там высокий IQ, у него будет высокая продуктивность на работе, ну, такой дурацкий пример, например, вот так, вот, и там нет ни слова о том, как бы, из чего этот интеллект состоит, там какая, может быть, там какие-то, допустим, нелинейные, например, отношения между этими, между компонентами интеллекта, например, ну, если у тебя там какая-нибудь когнитив-капасити, например, просто физически ты можешь держать в голове мало единиц информации, то, ну, какие-то другие компоненты интеллекта, может, просто, ну, физически по ним нельзя иметь высокую продуктивность, потому что, ну, ты не можешь, как бы, эти вещи осмыслить, вот, но тут, как бы, сетевая психометрика как раз, на мой взгляд, имеет потенциал говорить именно о какой-то вот такой внутренней структуре, то есть, ну, по крайней мере, как-то вычислить ее или оценить, то есть, мы можем оценить то, насколько вот какие-то определенные индикаторы поведенческие имеют связь с какими-то другими, то есть, вот здесь мы уже можем говорить именно о том, как они друг с другом вот как бы соотносятся, а не просто допускать, что любая корреляция, это есть общая причина, и мы ее вытаскиваем из данных и ее оцениваем. Очень, ну, как бы, очень, очень, как это, сложный, хороший вопрос, который, ну, на него нет ответа, то есть, я бы сказал, что на него просто физически нет ответа. Там можно как-то попытаться, отвечая на этот вопрос, заговорить про социальный конструктивизм, то есть, про то, что мы когда, ну, то есть, что вот эти вот конструкты, они не существуют сами по себе, когда мы разрабатываем вопросы, мы их достраиваем и как бы включаем в реальность и можем смотреть на то, как бы, как их элементы друг к другу относятся, но это уже как бы то, что мы, как исследователь, проецируем в инструмент, как бы, это уже вот аспект, связанный с социальным конструктивизмом, но так просто, как бы, к сожалению, на него не ответить, я бы сказал, что вопрос, который вы задали, это главный вопрос всей психологии. Да, у меня тогда вопрос попроще, может быть, не самый главный, как сетевая психометрика согласуется, соотносится с ситуационистским подходом, который достаточно популярен в американской социальной психологии? Смотрите, я не могу сказать, что я знаком с этим подходом, с ситуационистским, я правильно понимаю? Да. Но, исходя из названия, я могу что-то предположить. И вот в этом смысле я бы сказал, что, ну, тут сложно. Понимаете, классическая латентная психометрика, она, ну, какие у нее фундаментальные допущения? Она допускает, что есть параметр человека, то есть вот эта вот склонность вести себя одним или другим образом, который мы, который мы измеряем. Есть какой-то параметр задания, такой же латентный, и, соответственно, если параметр человека выше параметра задания, то вероятность там повести себя больше 50% условно. Если ниже, то ниже. И там вся фишка в том, чтобы установить функциональную взаимосвязь между вот этой вот разницей, между параметром человека индивидуальным и параметром задания. Соответственно, у каждого задания, у каждой ситуации свой параметр. Вот в этом смысле сетевая психометрика как раз скорее допускает, что никакого там параметра человека отдельного нет. Там есть именно связи между поведенческими индикаторами, и человек — это просто, ну, как бы, какая-то конкретная реализация этого распределения. То есть, типа, решил одно задание, и тогда, соответственно, вероятность решения других ползут вверх. Решил еще одно, еще поползли вверх. И вот как-то вот таким образом. То есть, здесь я бы, ну, как бы, соотношение вот этих вот вещей, я так понимаю, что ситуационистский, он подразумевает, что, как бы, есть разные ситуации, в которых мы, ну, я не знаю, я фантазирую, не буду, не буду казаться идиотом. Да, я поясню, ситуационистский подход берет свое начало из бихевиоризма, в частности, из экспериментов Милгрэма, Зимбарго, этих уже набившихся московыми на знакомых. Вот, но в современной социальной психологии есть книга «Рос Низбет», по-моему, называется, что-то человекоситуация или как-то так. Суть подхода как раз-таки в том, что, не в том, что люди с одинаковым набором черт ведут себя стандартным неким определенным образом в ситуациях определенных, а в том, что ситуация как бы перевешивает структуру личности, то, что даже если мы будем знать все черты личности человека по любой из моделей, которую бы мы не взяли среди моделей черт личности, он может оказаться в такой ситуации, где некое вот это социальное поле ситуационное, оно изменит его в сторону неузнаваемости, любые прогнозы здесь они по сути не бессмысленны, потому что ситуация в данном случае она сильнее, чем личность. Я понял. Смотрите, вот люди, которые пишут про сетевую психометрику, ничего даже близко про это не пишут, но идеологически на самом деле действительно как-то созвучно, вот именно сетевая психометрика в этом смысле скорее созвучна и с бихевиоризмом, и вот с этим подходом, потому что, ну, тут как бы мы как раз ставим человека в какой-то вот такой набор ситуаций, которые каким-то образом друг с другом связаны, и, соответственно, они, ну, в изначальных моделях, которые были предложены, они стимулируют человека в одинаковой мере вести себя там одним или другим образом. Вот. В классической вот такой вот латентной психометрике я бы сказал, что мы там человеку что-то приписываем и ситуацию что-то приписываем, разделяем эти параметры внутри модели и из них уже вычисляем, что там происходит. Вот. Поэтому идеологически я бы сказал, что очень созвучно, но люди, которые пишут про сетевую психометрику, это люди с тремя интегралами в каждом кармане. Как бы вот это вот туда, они про такие слова вообще не слышали. Ну, я тоже соответствую, поэтому, да. Вот. Спасибо. Илья? Ну, комментарий к вашей последней дискуссии. По-моему, впечатлению становится все сложнее разделить на какой-то повседневной практике применения для, в кавычках, объяснения поведения людей. Хоть ситуация низкая, только что описанный подход, хоть классическую латентную историю с теориями черт, потому что те же теории черт, по крайней мере, в современном их состоянии, они утверждают, что человек всегда будет вести себя таким образом. Они очень сильно сейчас склоняются, ну, уже классическую, всем тоже набившую оскоменную вероятностную историю, утверждают, что человек наиболее вероятно, да, будет вести себя так, как вот ему приписали психометрики после прохождения BFQ. Но это не значит, что человек будет вести себя всегда так. Ситуация может давлеть, и человек в определенных ситуациях будет вести себя совершенно по-другому, и это, по крайней мере, вот этой латентной теории черт, это учитывается и активно высказывается. Ну, тут, понимаете, обе группы моделей, и сетевая, и вот это вот с латентными переменными, они имеют вероятностную природу. То есть и те, и другие говорят про вероятность, про то, с какой вероятностью человек себя поведет. Поэтому в этом смысле вся психометрика это торговля вероятностями. просто тут идея в том, что то, как они эти вероятности высчитывают, они высчитывают их из радикально разных допущений вот таких. в том смысле, в том смысле, в том смысле, латентная психометрика вот эта с латентными переменными допускает, что человек сидит на своем значении параметра и как бы никуда не движется во время тестирования самого, а потом мы наблюдаем его через 10 лет и ой, посмотрите-ка, он сдвинулся. Там выросла, там, я не знаю, эмоциональная стабильность, упала, открытость, опыт, ну, с возрастом говорят, что они как-то так меняются. Вот. А сетевая психометрика наоборот говорит, что у человека вообще нет своего параметра в этой сети. То есть человек это именно просто дейтапоинт наблюдения. То есть это может быть сложно как бы понять, ну, как бы без продирки вот через вот эти вот внутренние внутреннюю механику каждой из теорий, но сетевая психометрика говорит, что у человека вообще нет параметра. У человека это просто вот какая-то конкретная реализация этой сети вероятность. Вот. Ну, понимаю, это прямо именно методологический и мыслительный такой подход. Поняла вас? Спасибо за уточнение. Ну, у меня еще вопрос. Не получается ли тогда, что человек сводится к какому-то датасету в рамках этого подхода? Что человек это датасет, набор данных, который может с помощью интеграла обработать, установить корреляции и выделить эти вот сети каких-то паттернов поведенческих? Как и во всем бихевиоризме такие получаются. Как бы вот как бы там есть какая-то вот это вот, ну, как это в необихевиоризме появляется, это черная коробка, сетевая психометрика говорит, что нет, такие мы говорим о вероятностях, то есть это недотерминистская модель, а вероятностная. вот, то есть такие что-то там, какие-то вот индивидуальные отклонения от предсказания, они, конечно, будут, вот, но, но такие, как и во всем пихевиоризме, вполне себе получается, что человек это просто как бы сеть сетей каких-то, вот, которые там реагируют одним образом или реагируют другим образом в зависимости там от чего-то, от какой-то своей истории. Вот, поэтому может быть не так романтично, как бы, как хотелось бы, но очень интересно, потому что вот с такими, как это, жесткими, естественно, научными, наверное, ближе к этому подходам, с ними очень интересно спорить, потому что, ну, как бы, начнете говорить с программистом, для него там какой-нибудь Бетховен или Моцарт заезженный, это просто набор звуков, ну, то есть, всем людям с гуманитарным образованием понятно, что нет, там еще есть со стороны воспринимающего есть, как бы, интеракция со всем происходящим, поэтому, да. Ну, не является тогда это шагом назад в науке, к тому же бихевиоризму, просто сейчас математический аппарат более совершенствованный стал применяться, нежели во времена там Скиннера, Олдсона. Я бы сказал, что это скорее, это шаг вперед, но в другой науке. Вот так вот бы я, наверное, сказал бы про это. Окей, спасибо. Все люди выглядят когда-то с этого. Да, вполне, 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 вполне бьется об реальность. Вот. Если нет вопросов, тогда мы на этом закончим. Я напоминаю, что эта лекция была приурочена к промо-программе, магистрской программы измерения. Обучение и оценивание как наука. Спасибо, спасибо. Обучение и оценивание как наука, да, и, собственно, в случае, если вам, вас это заинтересовало и вы хотите поглубже разобраться вот во внутренней механике вот этой психометрики и как это все связано, то милости прошу на эту программу. Спасибо. Да, коллеги, спасибо. Если у вас будут еще, Дениса мы, наверное, отпустим, спасибо большое. Если у вас будут еще вопросы, есть ли краткосрочные курсы, да, я сейчас договорю, если у вас будут вопросы по поступлению, по магистрской, то вы можете остаться, я на них отвечу. В чате есть вопрос, есть ли краткосрочные курсы, я думаю, это краткосрочные курсы психометрики. У нас есть курс повышения квалификации, есть по современной теории тестирования, по-моему, тоже, то есть там, конечно, нет еще сетевой психометрики, но как бы если вы хотите просто погрузиться в идею психометрики, но не хотите поступать на нашу магистрскую программу, у нас есть курсы повышения квалификации. Насколько хорошо можно владеть математикой для успешной учебы на этой магистратуре? Смотрите, у нас не математика, статистика начинается с базового уровня, буквально на первом курсе, и мы понимаем, что аудитория у нас междисциплинарная, и начинаем изучать с азов. Конечно, чтобы постичь ту же сетевую психометрику, о которой мы сейчас много говорили, вам потребуется время для того, чтобы изучить статистику очень глубоко, и это, скорее всего, останется на ваше самостоятельное изучение. То есть, если вы хотите, мы вам дадим все инструменты, у нас очень много курсов количественных, статистических, то есть вы можете по этой части пойти, но как бы в целом общий комментарий бояться не стоит. То есть, если у вас нет какого-то опыта в статистике, эта программа действительно дает вам возможность его получить. И я бы еще сказал, что эта программа, ну, по крайней мере, в том виде, в котором я на ней учился, и когда я на ней преподавал еще, она больше ориентирована на развитие математической интуиции, больше, чем на вот этот вот весь ужас с формулами и вот эту вот всю трешательную. То есть курсы именно дают вам интуитивное понимание того, как происходит, и вы начинаете чувствовать, ну, как бы, поведение там моделей, в чем они различаются, вот это вот все. И это, на мой взгляд, в статистике, пожалуй, даже более ценно, чем вот этот вот трешак. А можно я тогда голосом уточнюсь? Меня Ольга зовут. Большое спасибо за сегодняшнюю лекцию. Суперинтересно и такой классный, классный промоушен на этой магистратуре, потому что если там такие темы изучаются, то, походу, надо быстрее идти. Вот, но так все-таки, вот у меня базовое образование юридическое, ну, то есть я вообще просто хочу как бы сильно поменять траекторию. Да, нет. В контексте математики, то есть возможно, возможно ли потянуть или нет? Возможно, у нас нету никаких ограничений на ваш предыдущий бэкграунд. Более того, у нас студенты с очень разным бэкграундом. Там и гуманитарии, да, и там математики и так далее. Как бы мы учимся по САЗОВ, только ваше желание углубиться, да, может быть, в какие-то модели, если вам понравится психометрическое моделирование или то, о чем сейчас говорил Денис, как бы ваше право пытаться углубиться сейчас в это. Если вы смотрели курсы нашей магистрской программы, то у нас очень вариативная траектория, то есть у нас есть обязательные курсы, есть элективные курсы. То есть если вы больше хотите получить статистики, вы можете набрать себе на втором году обучения углубленную статистику, например. Ну, пойти как бы по этой траектории. Если в процессе обучения вы поймете, что нет, я там изучила базовую статистику, базовую психометрику, и больше мне ничего не надо, то можете пойти больше в нейросайенс или в тест-девелопмент. То есть вы буквально можете решить это в процессе обучения. Ясно, спасибо. А вот еще скажите, пожалуйста, при изучении программы, да, и вообще образовательного наполнения сложилось впечатление, что все, что касается нейросайенс и каких-то психологических теорий, если я правильно терминологически выражаюсь, это все второй курс, а на первом курсе как раз таки больше статистики и все, что связано с математическими дисциплинами, это правильное восприятие, или там все-таки есть на чем мозг гуманитарно и может как бы пообразоваться. Наверное, я с вами соглашусь, что все базовые статистические курсы стоят на первом курсе. Это и статистика, это и психометрика, и машинное обучение, это все курс первого года. Сложилось такое впечатление, потому что на первом курсе по нейросайенс, это курс науки о развитии, он идет два года, и он просто достаточно обширный и вбивает в себя как бы всю вот эту часть нейросайенс, его ведет Мария Арселеду, это ее собственный курс, и как бы буквально включает в себя все. Просто это один курс, и он идет два года. Но в целом ответ такой, если нужно еще как-то прокомментировать дополнительно. Я, наверное, просто упустила, что он начинается на первом курсе, у меня сложилось впечатление, что он начинается на первом курсе. Он идет два года. Спасибо. Да, Кирилл, у вас вопрос? Да, у меня есть несколько вопросов такого более, наверное, прикладного характера относительно поступления в магистратуру. я просто изучал состав портфолио, и там вот есть подтверждение английского языка у меня вопрос в основном, потому что у меня такой вот вопрос, можно ли подтвердить английский язык, например, сертификатами о прохождении курсов, которые достаточно длительные. То есть, у меня есть несколько сертификатов на Курсере о прохождении курсов 7-4 недели, в сумме получается довольно много, и они похожи по тем, то есть, это там введение в численные методы и там про как раз-таки процесс обучения с нейробиологической точки зрения, там learning how to learn по-моему назывался. Вот, и то есть, вот это будет служить, в принципе, подтверждением знания языка, достаточным для того, чтобы рассматривалось мое портфолио вообще в принципе? Короткий ответ да. То есть, мы понимаем, что в текущих реалиях очень сложно получить сертификат международного экзамена по английскому языку, поэтому мы будем принимать буквально любое свидетельство того, что вы знаете английский. Это могут быть любые языковые курсы, это может быть обучение на английском языке, это может быть даже рекомендация какого-то вашего преподавателя, с кем вы сотрудничаете, который может подтвердить, что этот студент знает английский язык. То есть, мы будем рассматривать все, это касается в целом любых пунктов портфолио, я сейчас ко всем обращаюсь, все, что можете, прикладывайте. Любое свидетельство, что вы где-то учили, что-то изучали на английском, прикладывайте. Это все будет учитываться. Хорошо. У меня еще тогда такой вопрос по поводу, скажем так, научного руководителя, потому что мне, в принципе, ну, я не слишком сильно в каком-то смысле собираюсь менять вектор, поступаю на вашу программу, потому что у меня первое образование прикладная математика, вот, соответственно, мне хочется уйти вот именно в образовательные науки, в какие-то более такие психологические и с аналитической точки зрения это тоже исследовать. И я пытался найти на сайте ну, возможного, например, научного руководителя, да, по теме, которые мне интересны. То есть это какие-то исследования именно эмоциональной школьной среды или что-нибудь вот такое, эмоциональное развитие там школьников, подростков и все вот остальное. И я нашел, что есть центр исследований современного детства, который, в принципе, ну, судя по описанию, включает в себя и подобного рода исследования тоже, но я не смог до них дописаться, чтобы спросить хотя бы, ну, какие есть вообще, в принципе, возможности для совместного, скажем так, сотрудничества, для совместной работы. Вот. И есть у вас, может, какие-нибудь советы на тему того, как это? Да, Виктория тут уже ответила, но в целом то, о чем вы сказали, мне кажется, этим занимается не только Центр современного детства, но и, собственно, Центр психометрики измерений, которым приурочена наша магистрская программа. У нас есть как бы целая группа, которые занимаются измерением социально-эмоциональных навыков у детей и как бы проводят исследования на эту тему, потому что даже среди преподавателей нашей магистрской программы вы точно найдете людей, которым это интересно. Можете в целом, если у вас есть почта Алены Куликовой, академического руководителя, любая связь с программой, можете написать, мы вам тоже можем порекомендовать наших коллег, которые могут вам подойти. Хорошо, я понял. Спасибо большое. А еще у меня вопрос такой по поводу раннего поступления. После раннего поступления будет какая-нибудь обратная связь по портфолио? Или будет только да-нет, там, прошел-не прошел, вот что-то в таком роде? Обратная связь будет, да, в целом скажу про ранние приглашения. Они заканчиваются 15 мая, это возможность поступить раньше на нашу магистрскую программу, то есть вне основного конкурса, который будет в июне-июле. Обратная связь будет, мы даем всем, всем, кто подает на раннее приглашение, даем обратную связь. И в целом это еще одна причина подавать на раннее приглашение, мы как бы скажем, что с вашим портфолио не так, либо вы даже пройдете на программу раньше. Так что да, обратная связь, как бы вместе с результатом придет какие-то общие рекомендации, что можно поправить. Хорошо, я понял. Спасибо большое за ответы. Да, Виктория, у вас вопрос. Здравствуйте. Да, Дарья, здравствуйте. Мы с вами виделись, очень приятно вас видеть. Здравствуйте. Дарья, подскажите, пожалуйста, как я смогу узнать о результатах по раннему приглашению, я вчера отправила, сегодня как раз таки отправила через личный кабинет. Я так понимаю, что есть раздел, я правильно понимаю, на сайте, раннее приглашение, на сайте СОЛО, на странице СОЛО, и там вот уже вывешены регистрационные номера, там три участника, или как бы там не смотреть, или это где-то как-то по-другому будет? Смотрите, конкурс ранних приглашений, сейчас идет уже вторая волна, итоги его будут подведены 25 мая. Именно к этому времени нужно считать результаты, и насколько я знаю, они приходят по почте, то есть академический руководитель просто пишет, то есть смотрит ваше портфолио и пишет вам обратную связь именно по почте, которую вы указали в своем заявлении. То есть это будет письмо. Понятно, понятно. Хорошо, спасибо. Коллеги, так что... Есть ли еще вопросы? Если вопросов нет, то мы можем завершить эту встречу. Я напоминаю, что все вопросы вы можете связаться с нами с программой и задать все ваши вопросы про поступление. В целом время еще есть. Я агитирую подавать на ранее приглашение, потому что действительно уникальная возможность поступить вне конкурса и получить обратную связь от экономических руководителей непосредственно. Да, и спасибо, Денис. Еще раз. Всегда ждем тебя с такими интересными лекциями. Рад был увидеть. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова